Дорогие друзья, здравствуйте! — И Василий Камшилин. — Здравствуйте! — Здравствуйте! Благодарю вас, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время. Я вас очень рада видеть. Всегда, когда приходят в студию художники, мне всегда на душе очень тепло и светло. Люди искусства, которые создают красоту. Вы всегда красивые, скромные. И всегда во время эфира вы дарите какую-то теплоту, какую-то радость. Всегда так, и я надеюсь, что сегодняшний эфир тоже не станет исключением. Конец года, приближается Новый год, и самое время подводить итоги. 2023 год был для людей искусства очень насыщенным, активным. Было много выставок, много мероприятий. И я думаю, что сегодня мы сможем еще раз о них вспомнить, рассказать и показать интересные фотографии для наших зрителей. Возможно, для тех, кто не смог эти выставки посетить, но таким образом немножечко будет иметь о них представление. Потому что выставки все грандиозные, не побоюсь этого слова, и масштабные. Наталья, наверное, вам слово с самого начала. Да. Действительно, этот год был очень активным. И выставки были совершенно различные. Была передвижная выставка, которую Союз художников Якутии пригласили. В выставочном зале Российской академии художеств в городе Красноярске. Передвижная выставка «Земля Алан-Хо». Это была в апреле. Затем она переместилась в мае в город Иркутск. В Иркутском оплосном художественном музее имени Сукачева. Выставки были, конечно, очень интересные. И по отзывам там очень много народу посетили. И просто в таком удивлении, что открыли новые имена якутских художников. И в Иркутском музее была закупка работ у некоторых художников. То есть вот очень такой плодотворный был, плодотворная выставка. Была же ещё и выставка именно молодых художников, где звучали только имена начинающих. Да, это было совершенно недавно. В арт-кластере, в креативном кластере. Значит, Союз художников и администрация креативного кластера провели выставку «Арт-молодость». Было как раз очень интересно то, что молодёжь показала именно то, что их интересует. То, что вот как бы в дальнейшем мы вот увидим вот такое искусство. И оно очень разнообразное, очень интересное. Там и традиционные виды, и такое современное, актуальное искусство было. То есть вот абсолютно разнообразное. А насколько понятно такое искусство вам, вот вашему поколению художников? Ну, я сама иногда делаю такие работы очень непонятные. Вот Надежда может рассказать о выставке, которую она совершенно недавно курировала. Это «Бесконечная белая линия». И там были представлены мои работы, которые многих позабавили, скажем так. Любите пошалить в искусстве. Да. А вообще, я считаю, что надо разнообразные методы использовать. И такой, так сказать, традиционный, понятный, явный такой. И такой вот то, что душе хочется. Ну, это же всегда здорово, когда ты можешь себе такое веселее позволить, да, и вот так к этому относиться легко. Ну, поймут, поймут, примут, не примут, а мне хорошо. Да. Я считаю, что нужно, прежде всего, сделать то, что вот, ну, задумал и сделал. И что вот в этом плане, конечно, художник, он очень, как сказать, он имеет вот возможность это всё сделать. Что захотел, то и сделал. Потому что, допустим, если ты занят в спектакле, там ещё где-то, ты там, там много народу, там и режиссёры, там ты должен подстраиваться под кого-то, под там определённые какие-то вот всё, да? А если ты художник, ты же независим. Вот это очень важно. Это же классно, когда ты действительно ни от кого не зависишь. Это только твоё творение, это твоё время, да? Твои краски, твои фантазии. И не надо больше ни под кого подстраиваться. Значит, художник – это профессия свободная всё-таки. Свободных людей. Свободных людей. Конечно, она в определённой мере свободная. То есть ты, если захочешь, то и делаешь. Но мы никогда не свободны от общества всё равно. И, в принципе, то, что вот и делаются эти выставки всё равно, это всё как бы такого традиционного искусства. Также вот была, допустим, выставка, 13-я региональная художественная выставка Дальний Восток, Мулан-Удэ в сентябре. Там больше традиционного было. Там уже таких вот очень забавных работ особо не было. Вот вы говорите, зависите от социума, да, от общества. Конечно. Но ведь много таких примеров, когда общество не приняло, а потом, только через какое-то время, это стало понятно, что шедевр. Ну, да, скорее всего, что можно сказать, допустим, об том же Ван Гоге, которого не принимало общество, не покупало его работы. А потом он стал сейчас, наверное, один из самых таких продаваемых художников, который стоимость его работы вообще зашкаливает уже. Но ведь Дали тоже, да? Нет, Дали был признан. С самого начала? Ну, с самого начала, и у него там такая жена. Ну вот, я про это и говорю, что если бы не Гала, то... Если бы не Гала, то... Если бы не её... Гала, правильно, да? Ну, я её Гала называю. То мало ли, как развернулось бы это всё, потому что картины же у него очень странные. Но вот такие вот считаются великими. Да, он как бы, ну, в то время считалось, что он, как сказать, вот он открыл ту сторону, которая невидима для человека. Вот он как какие-то подсознательные вещи, там, где там Фрейд, там, Юнг, да ещё что-то такое. Ну, как раз вот в то время это было очень модно, и как раз вот это вот учение философские, все они начали развиваться. И как раз всё-таки, ну, художник, он, как сказать, он и питается тоже тем же вот том, что какие-то новые открытия бывают, и исследования. Может, тогда самое главное, чтобы был вот маркетинг хорошо развит, то человек, который будет продюсировать творчество, и тогда точно пойдёт любое творчество, даже самое странное. Мечта. У каждого художника, да, такого продюсера. Да, такая мечта вот такого продюсера иметь. Но, в принципе, надо сказать о том, что, ну, надо покупать работы именно вот у художников мастерских. Потому что я вот помню, что когда я училась в Санкт-Петербурге, да, это было 90-е годы, вдруг начали ходить какие-то вот иностранцы по мастерским, да, они покупали работы достаточно в то время, ну, так скажем, недорого там по мастерским. А сейчас, как оказалось, что это вот тот же Пивоваров, тот же Эрик Булатов, что сейчас это уже просто, ну, признанные классики нонконформизма, авангарда и тому подобное. То есть сейчас они уже, ну, что называется, в большом плюсе. А кто же пустит-то в мастерскую? Мастерская же святая святых тоже. Ну, в мастерскую, если ты действительно хочешь купить работу, все пустят. Пустят? Пустят, конечно. Но дело в том, что у нас тут в Якутии вообще проблема с мастерскими. Вот. Очень. Мастерские, по-моему, у художников даже дома, да? Большей частью. Да, большая часть. Я была в двух мастерских, у Афанасии Манхалова, она у него дома была, эта мастерская, мне очень понравилось. А, ну, это в то, в советское время строили такие. Да, у него, получается, квартира, но там было два этажа, и вот на втором этаже была мастерская. И еще у Галины Акаемовой я была, но у нее не дома была мастерская, ну, была, наверное, есть. Да, она по проспекту Ленина. Да, она очень в аварийном состоянии, это единственные, наверное, мастерские, которые, ну, вот, Союзу художников принадлежат, они их обслуживают. Ну, в аварийном очень состоянии, и, конечно, мастерских мало. Вот мы все хотели сделать эфир про эти дома, что в аварийном состоянии, что как дальше. Но впечатления у меня очень приятные, так интересно было, я все рассматривала, как ребенок. Да, эти мастерские еще в советское время строились, они назывались Байконур, по-моему. Там такая лестница, на которую очень так трудно забраться. Но я подумала, что это только ее мастерская. Да, это только ее мастерская. И там достаточно было просторно. Я подумала, что это круто, когда так свободно. Да, мастерская. Вот ее раньше занимал Афанасий Николаевич Усипов, а потом уже там были Атласова Елена, и потом Ирина Микумянова и Галина Акаимова. Хорошая мастерская. Галине хочу передать большой привет. Всегда не вспоминаю с теплотой, и буду рада его видеть в эфире. Давайте тогда, Надежде, мы слово передадим про выставку, о которой вы сказали, да? Вот недавно прошла выставка «Бесконечная белая линия», выставка молодых художников. Там в основном участвовали студенты Арктического института и молодые художники. Мы их называем художники-исследователи, потому что это выставка Science Art, Artistic Research, выставка исследования. Проходила она в креативном кластере «Квартал труда», и молодые художники представили свои работы, можно сказать, в концептуальное искусство. Концептуальное искусство — это когда идея более важна, чем сама форма, получается. Вот концепт работы у них, они изучали своё детство, какие-то воспоминания с детства, какие-то якутские традиционные. Например, одна девушка сделала якутские меры, которые уже сейчас не используем. Ну и какие-то исследования, например, из СВФО были аспиранты, там тоже у них были языковые исследования, ездили в экспедиции, они тоже представили свои фотографии. — Языковые исследования в рисунках, в картинах? — Ну, они представили текст, но они не стали открывать всё в своё исследование, потому что она ещё не закончена. — Так интересно, сейчас показывают фотографии, там достаточно такие странные для первого взгляда, для художественной выставки работы. — Это студенческие. — Это студенческие работы. И первая выставка называлась «Человек снежный». Ну, как бы вот начало работы этой выставки, да, вот работа Натальи Васильевой-то. И вот после этого, вот тут вторая выставка. Кстати, выставка организована по гранту РНФ, Российского научного фонда, и по приоритету 20-30 Арктического института. — Если какую-то из выставок, о которых мы будем говорить сегодня, можно посетить ещё сейчас или в январе, и, пожалуйста, тоже говорите, чтобы наши слушатели и зрители обратили внимание. К сожалению, уже закончилась. Была очень хорошая выставка, такая вот, заходишь, там светлое пространство, вот текстиль висит, да, как туман. И всем было очень интересно, вот заходишь, и как бы совсем другое пространство. Зал вообще заиграл совсем по-новому, например. Не как обычно, когда вот заходишь в зал, там художественная выставка, картины висят, да, а тут совсем другое. Получается, там арт-объекты по углам, когда вот через этот, там, проходишь, натыкаешься на какой-то, ну, тоже арт-объект. — Эффект неожиданный. — Да, эффект такой вот, да, неожиданный, и зрители, он впечатлил. — А ваши работы лично ваши там были? — Нет, я, получается, курировала студентов, и курировала самую выставку вместе с Леной Васильевой и Екатериной Назаровной. — У вас, извините, а у вас же бы там инсталляция была? — А, да, у нас инсталляция, но это совместно с творческой группой «Архетип». Вот эта вот белая линия, она называется «Бесконечная белая», вот как, ну, туман. Мы называли её, ну, такой поэтический арт-объект, можно, инсталляция поэзии, мы её называли. — Спасибо, я хочу слушателям и зрителям напомнить, что мы в прямом эфире, и если кто-то захочет присоединиться к нашему разговору, о чём-то спросить наших гостей студии, художники сегодня в нашей студии, для вас телефоны 32 0066 и 32 1166. Хочу к Василию обратиться, я знаю, что в этом году, летом, да, была ваша выставка. — Да. — В Старом городе, да? — В Старом городе, открывалась 15 сентября, и в октябре закончилась, считай, полтора месяца была выставка. — А, осенью. — Да, осенью. Вот, ну и параллельно ещё с этой выставкой, ещё вторая выставка в ДК «Гагарин» открывалась. Там уже совместно с учениками была выставка. — Ваша работа необыкновенная. Я когда первый раз увидела, я подумала, что так невозможно нарисовать эта фотография. Я вообще не могла даже вот, ну, как понять, как так можно нарисовать, как так можно нарисовать, Василий? Почему вот вы так выбрали, и как так получается? Это невозможно отличить от фото реально. — Допустим, когда сажусь рисовать, я не ожидаю, ну, результат какой бы, да, получится. Рисуешь, там нужно где-то подправить, там успокоить, убрать и так далее. И она уже сама собой преобразует такой вид. И многим, да, кажется, что фотография. Хотя сам намеренно я не стараюсь сделать, чтобы как фотография она была данной работы. — А как вы видите свои работы? Что это для вас? — Ну, в своих работах мне хочется показать Якутск так, как я его вижу, допустим. Либо что-то традиционное якутское, ну, блюдо какие-нибудь якутские, да, либо посуда, но немножко осовременить там другими предметами. Чтобы у... кто смотрит, какой-то диалог появился, да, с работой. То есть рассуждение было и так далее. — Возможно, такой интерес к нашему городу, потому что вы человек приезжий. У нас-то глаз уже замылился, а вы, наверное, потому что сюда приехали, ну, не так давно, да, относительно тех, кто... — Сейчас уже десятый год идёт, как я здесь живу. — И вот вас так впечатлил наш город? — Да, впечатлил. Ну, и, допустим, когда только приехал, ну, аэропорт выезжаешь, деревянные дома стоят. Потом дальше, когда проезжаем, смотрю, дома на каких-то ножках стоят, думаю, о, что это такое. Ну, потом мне рассказали, что сваи, вечная мерзлота и так далее. Ну, и в дальнейшем уже стал как-то смотреть, искать что-то такое. То, что, может, уже давно горожане позабыли и не видят. Ну, и стал это всё изображать в своих работах. Какого края приехал. — И как вам наша зима? — Ну, к зиме я привык, как бы быстро адаптировался и стало привычно. — Наша зима, мне кажется, самая красивая. Да, и те, кто уезжают потом из Якутска, они все говорят. Вот смотришь потом фотографии, да, какие-то там или что-то такое про зиму. Вот все скучают по зиме, потому что такой красивой зимы. Пусть она холодная, но она необычайно красивая. И такой Новый год, который у нас вот с нашими такими снегами, лесами, это мало где такое увидишь, мне кажется, такую красоту. — Да, я тоже считаю, что в нашей республике это, конечно, вот зима очень красивый, красивый период. И Василий, надо сказать, что вот вы правильно совершенно заметили, то что, ну, не то чтобы у Глаза мылился, да, а он видел какой-то вот новый образ Якутска в повседневности. — Да. — Вот, а мы все время как-то вот... — Бежим, бежим. — Да, не то чтобы бежим, мы хотели там что-то такое. Зачем мне соображать вот это вот, то, что вот обычно ты видишь, да? Нужно что-то такое вот необычное, что-то такое, найти какой-то еще ракурс. А тут оказалось, что вот чем Василия работы меня, например, очень удивили и привлекли, да, что совершенно обычный Якутс, который ты видишь постоянно, и какой-то новый взгляд. Вот как бы и он такой теплый, и в то же время ты понимаешь, это Якутский именно такой вот, и соглашаешься с его восприятием. — Да, и получается, что картины вроде бы, они такие черно-белые ваши, да? Но они действительно какие-то солнечные, они согревают. Какое-то тепло от них есть сто процентов. — Да. — Очень необычные. Вы от ваших выставок сами как художник получили вот ту цель, которую ставили перед собой? — Да, цель получил, потому что показал свои работы, как бы нашлись поклонники моего творчества, даже во время выставки уже там одна работа была заказана, повтор, и в конце выставки приобретана уже была работа по завершении выставки. — И сейчас вот идет передвижная республиканская выставка «Портрет моего города» в Музее истории города Якутска. Это идет до 31 января. Вы можете посмотреть работы и Василия, и других художников. Там и Галина Акаемова есть прекрасные работы совершенно. — Мы вернемся обязательно к разговорам о выставках. Буквально через четыре короткие минуты. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии «Художники». И мы говорим о том, как замечательно прошел 2023 год. Для всех тех, кто почитает искусство, было очень много выставок. И как раз мы остановились на одной из них. Сегодня в нашей студии Наталья Николаева, Надежда Комиссарова и Василий Камшилин. Наталья, тогда продолжите, пожалуйста, про выставку, которая началась в 2023 году, но ее можно еще будет посетить в 2024-м до 31 января включительно. — Да. Значит, Музей истории города Якутска, Союз художников Якутии и Центр современного искусства имени Кагаин написали грант и выиграли его на передвижную республиканскую выставку «Портрет моего города». То есть и первая выставка этого проекта уже открылась в Музее истории города Якутска. Она продлится до 31 января. Потом она переедет в Центр Гагарина. Там уже будет, возможно, другая выставка. То есть она будет постоянно обрастать чем-то интересным. Там будут проводиться всевозможные мастер-классы. Наверное, Галя Акаемова проведет мастер-класс. Там, может быть, Василий что-нибудь проведет. — Тоже уже как бы музей истории города Якутска уже тоже попросили, чтобы что-то провел в марте месяце либо в Декан-Агарина, либо в Арсетиме. — Замечательно, что уже есть новые планы. У нас есть звонок от наших слушателей и зрителей. Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. — Из района Мегетон-Кангаласского. — Как вас зовут? — Харитонов Федот Петрович. — Федот Петрович, слушаем вас. — У меня такой вопрос. Ну, художников я вообще уважаю. Особенно мне очень нравится Суриковское вот произведение. Они исторического характера. Они вечные и... Ну, очень полезные для нас. Мне хочется вам создавать такой вопрос. У нас есть эпос Олан-Хо. Ну, в последнее время никто не... На эту тему ничего не производит, мне кажется, кроме Степанова. Вы знаете Степанова, наверное? — Я знаю. — Да, у него был. И я хотел бы вот что. Я сам не художник, но я рисовал несколько Аллу-Кмаз по описанию Олан-Хо-Сутов. Ну, получается очень зрелищное, ну, скажем, произведение оказывается. Если художник, профессиональный художник этим займется, да, просчет эту Аллу-Кмаз по Олан-Хо, то у него все получится. А у меня не очень получается. Поэтому я пожелал бы вам заниматься в этом направлении. Это будет очень полезно для нас. — Большое спасибо. Надо сказать о том, что художники занимаются этим искусством, иллюстрируют Олан-Хо. Допустим, в Арктическом государственном институте искусств сейчас идет выставка Джулустана Байтунова как раз по Олан-Хоу. — Харда Чеберген. — Харда Чеберген. И, ну, конечно, в Агеке, может быть, там невозможно так попасть, но если кого-то это интересует, то, в принципе, могут позвонить и на кафедру, и выставка очень интересная. Конечно, Джулустан Афанасьевич, он недавно стал академиком Российской академии художеств и представил такую прекрасную совершенно выставку, иллюстрацию к этому эпосу. И совершенно недавно также в Агеке прошла конференция и виртуальная выставка. Виртуальная выставка эпосы Великой степи. То есть там были представлены картины якутских художников на тему эпосов, башкирии, тувинцы, калмыкии. Был также представлен, по-моему, из Карачаева, Черкесии эпос, Нардские эпосы, да, потом из Бурятии, из Монголии. То есть вот надо сказать о том, что наши художники не всегда посвящают своё творчество именно своей родной земле и тем... Ну вот тому, вот это просто, вот я считаю, что это должно... И исторические темы также художники пишут очень достаточно хорошо. Просто, ну вот, они вот сейчас буквально недавно, да, в сентябре была региональная выставка «Дальний Восток» у Лануда, и там были представлены на исторические темы работы, очень интересные. И вот... Наталья, я подумала, так интересно, извините, что перебиваю, что каждый из нас видит мир вот как-то по-своему. У меня, наоборот, было ощущение, что наши художники очень много рисуют в теме Алан Хо и эпоса. Я, наоборот, мне казалось, что таких картин достаточно много, и художников в таком направлении очень много. Вот как-то человек видит по-своему, да. У нас есть еще звонок зрителя или слушателя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А если художнику заплатят за картины, что может произойти с его внутренней мотивацией? С внутренней мотивацией? В смысле, заранее заплатят за заказ картины или как? Что вы имеете в виду? Ну, классно, если заплатят, да? Вот Василий рассказал, что на вашей выставке вашу картину приобрели. Мне кажется, это же признание вашего... Да, тут по-разному можно сказать. Допустим, художникам часто заказывают портрет, да, написать. Но когда портреты заказывают, там уже не творческий такой портрет идет, а как бы чтобы клиент был доволен, заказной портрет идет. А когда вот на выставке покупают, то есть получается, что художник выставил свои работы на общее, там, чтобы зритель, да, посмотрел, и уже связывается с художником. Вот хотим купить ту или иную работу. То художник уже называет свою цену этой работы. Если покупатель согласен, да, то все, уже работа переходит к нему. Ну, и часто бывает, идут там либо дорого, да, и не приобретается эта работа. По-разному всегда бывает. А если работа, например, оценена самим художником, вот про деньги всегда интересно говорить, правда, очень дорого, но она не покупается какое-то время, художники потом, как принято, снижают цену или все равно все-таки оставляют ту цену, которую, и что картинка, что ли, если вы покупатель? Наверное, ну, допустим, я лично оставляю ту цену, за которую хотелось бы, чтобы ее купили. Это обычно никогда не снижало. А вообще надо сказать о том, что, ну, художники же, они, собственно говоря, и живут, и работают именно на заказах. И это было и издревле, потому что, допустим, тот же Дюрер, да, когда он писал своему заказчику, я взял самые лучшие доски, я их сушил в течение пяти лет, я приготовил самые лучшие краски для того, чтобы написать ваш портрет. Вот. В принципе, все, ну... Намек такой, дорого. Будет дорого? Нет, нет. Ну, там, наверное, уже не было такого, как бы... Художники, конечно, Дюрер, прежде всего, очень обеспеченных людей вот рисовал. И заказчики, конечно, оплачивали это достаточно. Ну, художники тоже живые люди, вам тоже нужно есть, и у вас есть близкие, которым нужно и обеспечивать, да, и дети, и так далее. А зачем стол работать? Это же неправильно абсолютно. Мне кажется, наоборот, тогда мотивация будет возрастать. Если художник называет свою цену высокую, да, за свою работу, и эта работа покупается, то, наоборот, хочется, наверное, да, после этого ещё больше творить. Так ведь? Мне кажется, в любой работе так же, если тебя высоко оценивают. И есть такие случаи, когда художник оценивает, например, картину на определённую сумму, а приходит покупатель и говорит, нет, это стоит в разы дороже, и переплачивает за картину. Ну, наверное, это где-то в Москве есть такое, возможно. Ну, потому что в других сферах же такое вот бывает, что нет, я хочу, вот я чувствую, что я хочу ещё больше заплатить за вашу работу, да, я так чувствую. Ну, это, скорее всего, будет уже от человека зависеть, тот, кто приобретает работу. Ну, мне кажется, деньги – это важная составляющая в любой профессии, да, а иначе зачем? Как наше качество жизни мы будем повышать, если мы не будем заинтересованы в деньгах? Продолжим про выставки. У нас уже остаётся, в общем-то, не очень много времени, но ещё остаётся. И можно тогда рассказать, если мы всё про 23-й год… Можно я ещё скажу, да, про 23-й год? Союз художников Якутии и Объединение культуры Якутии выиграло грант на выставку «Хэрон» – «Якутский язык. Замя художника» – это уже вторая выставка будет. Первая выставка была позапрошлом году, и в этом году, уже с февраля, мы начнём собирать заявки на новую выставку «Хэрон». «Хэрон» – это якутские буквы, да? «Хэрэрон». И вот как вообще художники будут изображать якутский язык, якутские буквы. Василий, кстати, участвовал в первой выставке. Да, первая выставка прошла очень интересно. Он был призером. То есть вы рисуете буквы? Нет, не только буквы, это же не только буквы, это ещё и звук, да? И рисуете звуки? Ну, вообще, мы думали, как эта выставка вообще состоится. И в результате получились очень прекрасные работы, и выставка состоялась, ну, вообще очень успешно прошла. Вообще приятное отношение, да, вот, Василия, то, что он так проникся, вы так прониклись культурой якутского народа, вот, той земли, на которую вы приехали, и, получается, вы полюбили её. А вот ваша работа, о которой вы говорите, буквы, звуки, вы поучаствовали? Да, я участвовал с несколькими работами, то есть сделал шахтовую композицию на алфавит Новгородова. Ну, первая работа была, как бы, ромбовидной формы, алфавит старый Новгородова и немножко там текст по поводу алфавита. А вторая работа уже была тоже алфавит Новгорода, но там хаотично так разбросаны буквы, и, с другой стороны, уже современный якутский алфавит был. Вот, ну, такого плана, как бы, решил две работы сделать, попробовать. Потому что тема такая интересная, да, вот само название, якутский язык глазами художников. То есть и тут уже начинаешь думать так, а что, как это изобразить, нарисовать, может, инсталляция, может, звук какой-нибудь или ещё. Вот, ну и почему-то решил сделать, как бы, алфавит. Стало интересно, стал искать информацию по поводу алфавита в якутских. И там, когда читал, очень много. Сначала один был, второй, третий, там в один год несколько было разных алфавитов, и потом Новгородовский алфавит уже долго закрепился, потом чуть-чуть трансформация была, и уже лет 30 он был, ну и потом уже поменялся. Это же какие-то интересные фокусы. И сейчас как раз вот к теме, да, сохранения родного языка. У нас же ещё движение есть. Вот Яна Угарова во главе, одна из, была в нашей студии, чтобы люди могли изучить язык, приезжая сюда, в республику. У нас есть звонок слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Дело в том, что музеи, выставки проводят всё-таки музеи, национальный художественный музей. И сейчас идёт очень множество персональных выставок. Совершенно недавно вот открылась выставка Фёдора Ивановича Маркова, Косторезного нашего мастера. Великолепная совершенно выставка. Там они начали новую какую-то интересную практику, да. Они назначают куратора, куратора выставки, который из искусствоведов, да, который вместе с художником составляет эту выставку. И у Фёдора Ивановича была совершенно уникальная такая выставка, очень интересная. Михаил Слепцов также. Вот у них у обоих куратором была Ася Львовна. И я считаю, что очень так здорово они представили, представила работы вот Косторезных мастеров. Также были очень много персональных выставок. Была, значит, Александр Бочкарёва Иннокентьева и Иннокентия Карякина. Ольга Скорикова, председатель Союза художников. Вместе такая была выставка с её отцом, с работами, да, отца Афанасия Собакина. Ольге Скориковой хочу передать огромное спасибо за помощь в организации сегодняшнего эфира. И обнимаю её через экран. Да, и очень, конечно, в следующем году будет очень много выставок. Также уже прошёл отбор на такую всероссийскую выставку «Россия-14». Там будет съезд художников. И с Якутии выбрано 8 работ. Уже отправляют буквально на днях. Надо сказать, что Василий у нас очень точно стал нашим братом. Потому что он уже, и когда, значит, летом делали Тифельге, значит, впервые Союз художников, да, ему выделили такое место, где они там строили. И Василий там строил. Ваша земля, значит, вот как-то так вот получилось, да, что вы так, как малая родина, можно сказать. Ну, помогать-то нужно. Если не помогать, то не будет ничего, не состоится. Да, согласна с Вами, конечно. Если ничего не делать, ничего не будет. У нас остаётся буквально сколько? Три минуты, да? Мы ещё хотели с Вами поздравить Ваших коллег с наступающим Новым годом. Я Вас поздравляю. Желаю, чтобы следующий год для Вас был тоже таким же плодотворным, интересным, который принёс Вам удовольствие, чтобы были персональные выставки, были выставки молодых художников и художников с опытом. Чего Вы сами желаете себе и чего желаете своим коллегам? Ну, своим коллегам, конечно, я желаю, прежде всего, здоровья и творческого горения. Чтобы следующий год был очень таким плодотворным, интересным, принёс новые поездки на пленеры, какие-то вот интересные новые проекты. И я чувствую, что вот Надя что-то там задумывает. Но вот выставка «Бесконечная белая линия», она была, конечно, такая интересная. Я вот вообще, вот в Якутске я впервые видела такую, действительно, выставку исследований. Не просто вот картины, да, она какая-то вот такая, как сказать... Научная. Она не то чтобы научная, она такая многослойная. Вот сперва один раз посмотришь, вот такое вот впечатление, а потом ещё раз смотришь, и вдруг увидишь что-то новое. И как бы так вот она раскрывается, так постепенно-постепенно, очень интересная. Да, которого там было много белого цвета. Ваше пожелание и чего вы себе желаете, коллегам? Я хочу, чтобы следующий год, ну, например, я хочу посвятить его творчеству. Хочу сделать выставку персональную, вот буду готовиться. И своим коллегам тоже хочу посвятить, чтобы они посвятили следующий год тоже творчеству. Хочу коллегам пожелать плодотворного года, новых успехов, выставок побольше. Ну и сам, конечно, хочу в следующем году уже одну, может, несколько выставок персональных провести. Ну это здорово, что такие хорошие планы, да, значит, есть силы, значит, есть ресурсы. Я хочу ещё пожелать художникам, чтобы в нашем городе были хорошие мастерские. И у каждого личная мастерская. Да, пусть у каждого из вас будет личный продюсер, который будет продвигать ваши картины, ваше творчество. Замахнёмся на большое, ведь всегда есть место чуду, и всё равно, если очень веришь, то всё исполнится. Слушатели и зрители, я благодарю за внимание, всем желаю хорошего дня. И ещё раз вам говорю спасибо за то, что вы нашли время. И в этот день, в этот вечер были в нашей студии. Спасибо. Спасибо. С наступающим Новым годом!